Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами посмотрим как можно сделать локальный MQTT сервер из старого мобильного телефона. Поехали! Локальный MQTT сервер я буду делать из старого мобильного телефона. Есть два варианта как сделать MQTT сервер. Первый это воспользоваться программой терминалом и с его помощью установить MQTT сервер Mosquito. В описании под видео вы найдете ссылку на статью, где более подробно расписано как это сделать. Но такой вариант мне мало понравился, он немножко неудобный. Другой вариант это установить программу MQTT Broker. Ссылку на эту программу вы также найдете в описании. Здесь практически никаких настроек не нужно. Вы запустили программу, нажимаете Start Broker и MQTT сервер запустился. При желании можно остановить его. Также можно прописать логин и пароль, через которые можно подключаться. Давайте так и сделаем. Давайте сделаем логин Homemade и пароль какой-нибудь. Логин и пароль мы прописали. И теперь подключение к этому MQTT Broker будет через логин и пароль. Нажимаем Start Broker. MQTT сервер запущен и его IP 192.168.0.138 и порт 1883. Нам нужно эти данные запомнить. Для проверки работоспособности MQTT сервера нужно установить и запустить программу MQTT FX. Ссылку на нее вы найдете в описании. Итак, запускаем программу. Выбираем локальный Mosquito и переходим в раздел настройки. В разделе адрес брокера нужно прописать IP адрес. Этот IP адрес мы можем увидеть в приложении MQTT Broker App. И у меня он 192.168.0.138. У вас он может быть другим. И скорее всего он будет другой. Порт 1883. Настройки пользователя. Юзернейм у нас Homemade. И пароль 12345678. Отлично. Нажимаем Apply. В принципе все. Отменяем. И нажимаем кнопочку Connect. Если все правильно мы прописали, правильно прописали настройки. И если MQTT сервер правильно отрабатывает на телефоне, то сейчас должно произойти подключение. И здесь должно загориться зеленым. Идет подключение. Отлично. У нас загорелась зеленая лампочка. То есть подключено к MQTT серверу. Следующее. Что делаем? Переходим в вкладочку Subscribe. И здесь можно написать абсолютно любое название абсолютно любого топика, на который мы хотим подписаться. У меня уже здесь накиданы разные топики. Ну можно для пробы написать какой-нибудь новый топик. Вот. Топик Testing. Копируем его. Можно еще слэш в конце добавить. Вообще без разницы. Нажимаем Subscribe. И вот мы подписались на этот топик. Переходим во вкладочку Publish. Паблиш. Сюда вводим то же самое название, которое мы прописали в Subscribe. Нажимаем Publish. Так. Нужно какие-то данные отправить. Ну давайте цифры. Вот. Вот какие-то цифры отправил. Нажал Publish. Переходим во вкладочку Subscribe. И мы видим, что в топик Testing у нас пришло две сообщения. Первое, которое пустое я отсылал. И второе. Вот те цифры, которые я отправил. Еще раз можно попробовать. Давайте тебе какой-нибудь текст. Вот. Текст я отправил. Нажимаю Publish. И смотрим. Последнее сообщение. Вот те цифры. Если здесь приходят какие-то данные, значит отлично. MQTT сервер работает. Все отлично работает. Для того, чтобы наглядно, визуально показать, что этот сервер работает, можно установить программку MQTT Dash. Итак. Нажимаем на плюсик. Имя. У нас будет имя устройства MQTT сервер. Адрес. Тот, который у нас был. 192. Порт остается без изменения. SSL. Всякие настройки можно оставить не включенными. Имя пользователя. И пароль. Все остальное можно оставить без изменений. И нажимаем сохранить. Итак. Мы создали MQTT сервер. Так. Мы сюда заходим. И можно добавить какие-нибудь пункты. Допустим. Текст. Который мы будем принимать. Имя. Допустим. Текст. Это вообще не важно. Здесь можно любое название, цифры, буквы писать. Без разницы. Так. Топик. Топик, на который будем подписываться. Мы только что писали данные в Topic Testing. Ух ты. У меня Topic Testing написано. Ну ладно. На такой топик и подпишемся. Можно будем и публиковать. Все. Больше ничего здесь менять не нужно. И нажимаем на сохранить. И вот у нас появилась. Здесь плохо видно. Но маленькая плиточка под названием тест. Давайте мы сейчас в Publish. Отправим туда то, что мы писали. Вот те данные, которые мы отправляли через компьютер. Давайте еще какую-нибудь цифру написать. 456 отправить. Вот отправились эти цифры. Еще что-нибудь попробуем написать. Ух ты. На русском языке интересно. Он это переварит. А, на русский язык не переваривает. Вот так ему и надо. Значит попробуем вот что-то такое на английском языке отправить. Отлично. Отправилось. То есть у нас все работает. Можно добавлять сколько угодно топиков. Можно добавлять сколько угодно устройств. Все будет работать. И в качестве примера и тестов я решил воспользоваться ESP8266. Подключить сюда серву и переменный резистор. С которого будем получать какие-то данные. Итак, я создал очень простой тестовый скетч. Здесь вначале подключаются необходимые библиотеки. Две библиотеки для работы с Wi-Fi и библиотека для работы с MQTT сервером. Дальше библиотека для работы с сервой. Объявляем класс серва. Объявляем пин, к которому подключен у нас светодиод. Вот этот голубой светодиод. Указываем настройки Wi-Fi. Указываем настройки MQTT сервера. Итак, у нас адрес 192.168.0.138. Порт такой. Логин у нас другой. Дальше некоторые необходимые переменные, которые будут использоваться. Следующая функция для получения данных с определенных топиков. В данном случае мы будем подписываться на топик под названием TestBLED. Для того, чтобы можно было получать состояние светодиода. И также еще один топик для получения состояния для сервера. Чтобы повернуть сервер в определенное положение. Стартуем Wi-Fi. Стартуем клиента MQTT. В сетап настраиваем сериал. Подключаем серву. А также определяем пин светодиода на выход. В основном в цикле программы мы подключаемся к Wi-Fi. Если Wi-Fi не подключен. И также подключаемся к MQTT серверу. И если у нас есть подключение. То тогда получаем. Точнее говоря, отправляем определенные данные. В данном случае я отправляю данные. Которые получаются аналогового входа. И отправляю их в топик TestPod. Теперь нужно подписаться на эти же самые топики в программе MQTT Dash. И в программе MQTT FX на компьютере. Что нужно сделать? Мы здесь выбираем TestPod. Подписаться. На светодиод подписываемся. И на сервер подписываемся. Тестинг нам больше не надо. Unsubscribe. Все. Вот три топика, на которые мы подписаны. На эти же самые топики нужно подписаться в нашей программе. Нашего MQTT сервера. Для этого что делаем? Нажимаем добавить. Что у нас будет? Допустим, текст будет. Имя. И это у нас будет. Под. То есть переменный резистор. И топик. То есть получаем данные с переменного резистора. Публикацию здесь мы не будем делать. Мы будем только принимать данные. Цвет пускай будет серый. И в принципе дальше менять ничего не будем. Сохраняем настройки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь проверяем, как оно будет работать. Я нажимаю на светодиод. Так, он сейчас погас. Включился. Погас. Включился. В топике светодиода приходили значения 1 и 0. Сейчас попробуем поуправлять серво. И через COM порт мы будем смотреть, что приходит на ESP8266. И допустим мы установим серво в значении, допустим, 40 установить. Серво повернулось. И мы видим, что здесь пришло у нас значение 38. И здесь тоже, вот сервер тоже 38. Следующее, что мы видим. Переменный резистор. Его значение 591. Вот оно 591. И оно отправилось через МКДТ сервер. И пришло в нашу программу 592. Давайте попробуем покрутить переменный резистор. Вот я его вращаю. Он куда-то в другую сторону повернул. Он считается раз в несколько секунд. Вот у нас значение 1024. Отправилось 1024. Смотрим на компьютере. Вот последнее значение 1024 пришло. Отлично. Давайте попробуем лампочку выключить. Нажимаем на лампочку. Отключилось. Еще раз нажимаем. Включилось. Видите, я спокойно при помощи одной кнопки практически мгновенно управляю. И при этом не нужен интернет. Управляю сервой. Установить. Серва повернулась. Могу покрутить переменный резистор. Его значение сейчас изменится. И отправиться через роутер на мой МКДТ сервер 488. Отлично. Можно подключить сколько угодно устройств. Можно подключить какие-то программы для управления через МКДТ. И сделать дома какое-то управление. Управление устройствами. Получение каких-то данных. И это все локально. Не нужно подключения к интернету. Абсолютно не обязательно запускать МКДТ Dash. Но обязательно программа МКДТ Брокер. Вот ее запустить она очень нетребовательна. И она будет работать без каких-либо проблем. Я, например, сделаю так. Я установлю программу МКДТ Dash, чтобы она работала круглосуточно. И она не гасила экран телефона. То есть, пока она запущена, я могу перевернуть как-то изображение. Повернуть в другую сторону. И он будет у меня отображаться. Будет постоянно светиться. И показывать какие-то данные, которые приходят, которые я получаю. По сути, я получаю монитор. МКДТ монитор и МКДТ сервер в одном корпусе. То есть, могу увидеть все настройки. Могу увидеть все данные. И это делается буквально в несколько кликов. Очень просто и очень легко сделать. Так что, если вы хотите сделать дома какое-то управление. Или какие-то получать данные. То можно спокойно воспользоваться локальным МКДТ сервером. Из старого мобильного телефона. Или из старого планшета. Но я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока.